Разблокировка всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе является одним из важнейших направлений в работе по нормализации отношений Азербайджана и Армении. Недавно в ходе онлайн-пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку и Ереван в ближайшее время вновь откроют железную дорогу Ярась-Джульфа-Ордубад-Мехри-Горадис. По его словам, она станет новой международной транзитной дорогой, в открытии которой заинтересована и Армения. Тем временем журналисты «Радио Свобода» провели опрос в Ярасьхе. Многие респонденты с радостью вспоминают те дни, когда на поездах отправлялись в Нахичеван и Баку. Кто-то для торговли, кто-то для сельскохозяйственных работ и прочего. Они за открытие железной дороги, но есть и те, кто против. Эти лица не видят, что смогут жить вместе с азербайджанцами, как это было раньше. Раньше это было великолепное село, работала железнодорожная станция. Через Ярасьх на поезде провозили всевозможные товары, от промышленных до хозяйственных. С азербайджанцами у нас никаких проблем никогда не было. Жили по соседству, часто ходили друг к другу в гости. Один из учителей азербайджанца всегда предлагал нам отправиться вместе с ним в Баку. Мы были очень дружны. Между нами никогда никаких раздоров не было. Все было хорошо. А что нам даст открытие железной дороги? Мы простые люди, живем своей жизнью. В нескольких метрах от нас находятся азербайджанские солдаты. Никто из них не беспокоит нас, конечно. Но нет надежды, что сможем жить вместе, как раньше. Было бы неплохо, если бы заработала железная дорога. Надеюсь, все будет хорошо. Мы же соседи. Нельзя вечно держать границы закрытыми. На втором этаже у меня в доме раньше жили азербайджанцы. Жили очень дружно, как одна семья. С тех пор прошло 30 лет. Многое изменилось. Вероятность нормализации есть. Но все же, думаю, будет трудно нам примириться. И моя с чем кара? Овка хаштави хима. Наши соседи говорят, что если железная дорога будет работать, все будет хорошо. Будет неплохо, конечно, если с азербайджанцами у нас опять будут дружеские отношения. Армянские журналисты провели опрос и в Зангизурии, который армяне переименовали в Сюник. По словам жителей, раньше здесь занимались скотоводством. У людей была работа. Однако рабочие места закрылись. Жить стало очень тяжело. Многие отправились на заработки в Россию. На 200 метров от нас находится армяно-азербайджанская граница. Азербайджанские солдаты нас не беспокоят, конечно. Но в последние годы жить здесь стало очень тяжело. Многим пришлось продать скот, чтобы как-то жить. Здесь нет и работы. Люди живут в тяжелейших условиях – нищете. Нужно открыть новые рабочие места, чтобы люди смогли заработать деньги и содержать свои семьи. Верно говорят, где хлеб, там и живи. Поэтому многие убежали в Россию на заработки. Те парни, которые остались здесь, они охраняют границы. Правительство должно поддержать людей, чтобы они не уезжали. Жизнь стала настолько невыносимой, что все готовы покинуть эти места. Многие уже продали скот и уехали. Несколько дней назад получила за грамм паспорт. Многие даже делают паспорта для своих детей. Они хотят покинуть страну со своими семьями. Все устали от такой жизни. Никто не хочет войны. Чтобы остаться здесь и вырастить детей, нам нужен мир. А этого мира мы пока не видим. Многие уже покинули страну. Оставшиеся тоже собираются уехать. Сегодня главное желание многих жителей Армении – это мир с Азербайджаном и Турцией. Однако в Армении есть и равашистские силы, которые всячески пытаются подорвать переговоры между Ереваном, Анкарой и Баку. К провокациям подключилась и армянская террористическая организация «Асала». Представители так называемой секретной армии освобождения Армении находятся в Ереване, где они отмечают 47-летие организации. В беседе с армянскими журналистами член «Асала» Вазгин Сеслян сказал, что всегда был против каких-либо отношений с Турцией и Азербайджаном. «Хочу сказать, что мы продолжаем нашу борьбу. Хотим освободить Армению от азербайджанцев. Верим, что добьемся цели. Всегда был против каких-либо отношений как с Турцией, так и Азербайджаном. С этими странами никогда не сможем дружить. Не могу сказать, какие шаги предпримем, чтобы остановить урегулирование отношений между Арменией, Турцией и Азербайджаном. Но обязательно найдем способ решения этого вопроса». По словам Сесляна, Армения, которая почти 30 лет держала под оккупацией азербайджанской земли, якобы нуждается в защите. Эти бредовые идеи вызвали восмущение даже в самом армянском обществе. «Конечно, я за отношения с Турцией. Почему мы должны всю жизнь находиться в блокаде? Думаю, все разногласия можно решить мирным путем. Мы же не можем всю жизнь враждовать. Это ни к чему хорошему не приведет». «Благодаря нынешнему правительству верю, что будет мир с азербайджанцами и турками. В том, что происходит в нашей стране, виноваты бывшие власти – Кочарян и Сарксиан. Они не дают нам жить спокойно. Пашинят делает все для процветания страны». «Конечно, придет тот день, когда не будет войны, и мы будем жить в мире со своими соседями. Многие не верят этому и хотят уехать из страны. Но я уверена, что наступят счастливые дни, и мы будем жить в мире и согласии». Несмотря на то, что армянские реваншисты пытаются повлиять на общественное мнение в Армении, среди простого населения растет число людей, которые призывают к миру. Они устали от войны и ее последствий и хотят процветания для страны. Им хочется светлого будущего для своих детей. Субтитры создавал DimaTorzok